Просто люди должны знать про таких, как вы, потому что таких, как я, очень много, а таких, как вы, очень мало. Вот. До свидания. Господи, я тебя с батюшкой познакомлю. Не хочу я! Что не хочу? Я хочу в караоке! Послушай, я покажу тебе, во что я деньги вкладываю. Это же я храм строю. Понимаешь, строю храм, как говорится, на земле и в душе. Понимаешь? Я создатель. Петь, пойдем отсюда. Холодно. Девочка моя, тебя должна греть вера, иначе тебя согреет адское пламя. Вот тогда ты запоешь свое караоке. Пойдем, я буду очищать твою душу. Не пойду! Я не верю в Бога! Что? В Бога не веришь? Изжиди сатана! Петь, ты чего? Изжиди! Ты чего? Какой я тебе Петя? Дух нечистый! Пошла валять сюда! И ты сказал! Придурок ты, Петя, а! И не звони мне больше! И Тане не звони, и Лере, и Света, и Тось! Вон пошла! Спасибо тебе, бомжик! Вот! Меня бомжики поддерживают! Иуда! Она в Бога не верит, понимаешь? В кого еще верить-то? Как не в Бога? Правда? Че ты молчишь-то? А? Че? Западло со мной разговаривать, да? Ты вообще знаешь, кто я? Бомжара! Он не мой! О! И не мой! Не ваш, и не наш! Да я знаю это! Геннадий! Герасим! Герасим! Да? Да какая разница-то? Какая разница, как их тут всех называют? Мне гораздо интереснее, как и вас звать! Вы же, кажется, в храм шли? Да ладно, храм! Храм никуда не денется! А позвольте вас пригласить в ресторан! Это мой город! Мой город! Я тут все знаю! И меня все знают! Позвольте представиться! Петр Узищев! А можно просто Петя! А можно просто Петя! А можно просто Узищев! Кристина, журналист! Герасим, можно я завтра приду? Вы же здесь будете? Конечно! А куда он? Он же, он всегда здесь! У него тут все! И жилье у него тут! И это как, и корм тоже! Герасим! На-ка тебе! На-ка тебе! Напоминь! Му-му! Вот! Держи! Че ты? Че ты деньги-то не берешь? А-а-а! Я понял! Мало! Мало! Гордый бомж! Гордый! Ну, Жужу, я тебе дам больше! Мне, сказать, для бомжа родного ничего не жалко! Держи! Стоп! Ты че, бомжа? Ты на кого свой хвост распушил, а? Ты че, не знаешь, кто я? Я тебя в секунду сделаю гражданином нашего города! Я тебя, сука, на погостье пропишу! Рассмотритесь! Не надо! Хватит! Спокойно! Все! Нормально! Значит так... Ты должен соленять отсюда! Завтра же! Я не шучу! Ну что? В ресторан? Или сразу в гостиницу? Эй, стой-стой-стой! А что ты ломаешься? Ну что ты ломаешься? Ну, тут все гостиницы, между прочим, мои. Ну да. Я могу сделать, что вообще никуда не вселишься. Понимаешь, частный сектор. А он у нас страшный. Я на ближайшем брифинге губернатора очень подробно расскажу о том, кто такой предприниматель Петр Идищев. А я знаете, как рассказывать интересно умею? Так интересно, что даже прокурор области будет меня с интересом слушать. Мы журналисты такие. Всегда рассказываем правду нужным людям. Понял? Ну, как ты? Трудишься? Ах, хорошо. Ах, красота какая. Вот бы так, как на картинке получилось. Получится? Получится. Ну и хорошо. Люди ведь в храм, они ж не только молиться приходят. Они красоту увидеть должны, чтоб потом эту красоту в себе найти. Вот ты делаешь эту красоту внешней, а они через нее внутреннюю увидят. Вот так. Ах, хорошо было бы. Хороший ты, Герасим. Ладно. Пойду, там кирпич рабочий должны привезти. Может, хватит. Тебе все хватает. Субтитры сделал DimaTorzok КОНЕЦ 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 Утро доброе, Герасим. Петь, меня, как ты знаешь, все устраивает. Но я прошу тебя об одном. Завязывай бухать, а? Слушай, это мое дело. Нет, это наше дело. Ведь ты по пьяни можешь такого натворить, что потом на нас прокуратура все дела повесит. Не ссы.